У меня сын очень сильно болеет. Как? Болеет? Чем? Да, болеет. Психиатрическое заболевание. И я уже очень много вещей перепробовала, но не знала, чем ему помочь. Ну, я же все рассказал. Вчера вы были на лекции? Нет. Ну, а что тогда мы сейчас с вами будем разговаривать? Давайте мне фотографию сына. Я вам скажу, какие блоки, а потом вы будете слушать лекцию вчерашнюю и делать все, что там говорится. В телефоне могу показать. Да? Да. Мы говорили же, что пятый слой поражения в основном динамическое, статическое напряжение дает шизофрению. То есть надо на пять слоев статику делать, на пять слоев динамику делать и до свидания, шизофрения через, ну, от полгода до года надо делать эти практики, чтобы прочистить, ну, полностью психику. Ну, к сожалению, у него сразу три блока на пятом слое. Это тяжелый случай. Он вообще в сознание приходит или так все время прям? Нет, он сознание. А? Сознание. Значит, сначала раз в три дня лежим в ванной, 28 градусов по 70 минут. Потом дальше делаем статику на пять слоев, 65 минут. Раз в три дня. Начинаем через две-три недели статику делать. Потом делаем динамику на четыре, все четыре часа ходьбы на все пять слоев раз в шесть дней. И потом постепенно доходим до поста раз в три недели, два с половиной суток поста на воде, как я говорил, вот этой женщине. Если он все это будет делать в течение года, то болезнь вылечится. А как это делать и что это такое вообще? Вся вчерашняя лекция, которую можно как-то взять у организаторов или такую же лекцию взять, допустим, из Перми или из Москвы, ну, из других городов. В целом у нас есть консультация по ЗОЖ, начнется она в течение месяца, такая услуга, стоит 26 тысяч рублей в рассрочку. Мы можем индивидуально все вам рассказать полностью, что вам надо, как делать, но после того, как вы все равно эту лекцию послушаете. И можно вылечить эту болезнь без всяких проблем. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Какая проблема? Он как бы не может какать самостоятельно, то есть он постоянно слабительный и как бы тоже вот психическое заболевание. Психическое заболевание есть? Ну, нет, диагноза нет такого, но вот неврология. У него очень сильное статическое напряжение, всему телу его надо в бассейн отдавать. Вот, это раз, и длительное движение тоже хотя бы на два слоя с ним ходить, то есть это час сорок раз в три-четыре дня с ним вместе ходить. Вот, и все. А у вас кишечником как? А кишечник, а там находятся блоки. Какие цилиндры получаются? На втором? На втором? Угу. У кого срочно умираете, там, что, вас, ну, спрашивают. А вот девушка, наверное, в первом ряду. Добрый вечер. Спрошу, спрошу, не волнуйтесь. Я благодарю за эту возможность говорить с вами. Дело в том, что вообще мне всю жизнь, на самом деле, сложно жить. Вот всю жизнь. И цели не понимаю, и смысла не понимаю, и вообще теряюсь. При внешнем, что у меня все хорошо, да, вот, ну, какие-то внешние базы, ну, семья, муж, сети. У меня постоянно какие-то внутренние кошмары. Я не знаю, что делать дальше. На пятом слое статическое, динамическое напряжение соединилось вместе. Вот. И это дает повышенную чувствительность. Из-за повышенной чувствительности по ночам влияние злых духов на вас идет. Вы чувствуете кошмары, там, сны тяжелые, там, и так далее. Все это лечится статика на пять слоев, динамика на пять слоев. Через шесть-семь месяцев все заканчивается. И меня вот сейчас такой вопрос еще тревожит, как бы, работа. Я не работаю три года. У меня в голове постоянное ощущение, что я должна искать работу. Я не знаю, надо мне... Вы не работаете, потому что у вас вот этот динамический блок на пятом слое дает вам волевую апатию. Вы как бы, ну, вы как рыба в лед живете. Ну, то есть вы чувствуете, что вы не можете себя заставить, ничего делать. Вы как бы вот так вот абсолютно беспомощно сейчас существуете. Надо делать аскезы вот эти. То, что я сказал. Опять слоев стоять. Лучше всего стоять вам. Ну, потому что в голове блок, чтобы голову лечить, или в алмазе сидеть, или стоять лучше всего. Но если не сможете, значит, бабочки начинаете сидеть постепенно на стоянии. И на четыре часа ходить. Сначала научитесь стоять на четыре слоя, на пять слоев, а потом ходить на пять слоев. И так по графику это все делать. Раз в три дня стоять, раз в шесть дней ходить. Через семь месяцев. Ну, и уже через два месяца жить легче станет. А через семь месяцев вообще все это пройдет. И как будто заново жизнь начнется. Работа пока низкая. А это бесполезно. Вы там не сможете работать просто. Спасибо. Вы будете там просто вот ходить и смотреть на всех, как на инопланетян. Вам надо восстанавливать свое здоровье психическое. Видите, мы сейчас уже практически вчерашнюю лекцию разбираем. Сколько людей из-за того, что они не знают, что есть психическое питание, сколько людей выпало, это только вот здесь, в зале. А сколько вообще их в этом мире выпало из нормальной жизни и не могут нормально существовать из-за того, что они не знают, что надо включать организм еще в психическое питание. А сколько еще выпадет после из вас в том числе? Те, кто не будут это делать, тоже же как бы счетчик идет. Приходит время, блоки становятся сильными, и там кого-то на скорой помощи увезут. У меня один хороший, очень знакомый, друг нашей семьи, заботится о нас, помогает. Он много раз ему говорил я, начиная очищать свой организм. Он лишний вес там и все прочее. И вот сейчас просто огромными усилиями, молитвами еле-еле выкарабкали его с того света. То есть лежал две недели в реанимации, ну вот сейчас лучше становится. Еле-еле просто спасли человека просто молитвами и аскезами. А так бы он точно бы ушел из жизни. Ну, как бы до поры до времени можно понаслаждаться жизнью, но надо учиться правильно жить. Не можете сами нет сил в клуб «Благость» ходить. Они вам там помогут. Там уже люди такие как бы закаленные, готовые, так сказать, менять себя. Ну, вот в возрасте женщин. Да? У меня, наверное, все-таки физический недуг, потому что у меня два сына ушло из жизни на протяжении, ну, 9 лет и вот 5 лет. В прошлом году у меня… Взрослый сын, сыновья? Угу. Взрослые сыновья. У меня сейчас бы им было 46, 47, 48 лет. То есть они, ну, 9 лет назад ушел и 5 лет назад ушел. Взрослые сын, 6 лет было сыну, он ушел из жизни. И ушел так, это как у меня, как обухом по голове саншандарахнуло. Я через 2 года только ощутила его потерю. Ну, а второй сын ушел 5 лет назад. А в чем вопрос-то? А в чем вопрос? У меня вот именно вопрос в том, что вот именно вот 9 июля должен был день памяти. День памяти прошел. И вот с того времени у меня как-то начался физический недуг. Какой? Ну, вот боль в пояснице. И потом у меня как щелкнуло, и вот все прямо пошло. И на самом деле у меня вот с июля месяца идет вот этот недуг. И вот пришел… Сколько вам лет-то? А? Сколько лет-то? Мне 71 год. Я человек так-то стойкий и физический, можно сказать, психический. Но сейчас я оказалась вот именно с проблемой вот этого позвоночника, я оказалась как птица в клетке. Видите? То есть есть психическое тело, оно на четвертом слое, два блока, статическое и динамическое напряжение. Копилось, копилось это все. И потом замкнуло на позвоночнике. И никакие лекарства не помогут, потому что проблема-то в психическом теле. Позвоночник не питается энергией нормально. В результате позвонки ослабли, там смещение произошло. Нерв защемлен и все, и приехали. У меня там три… Я даже не знала, что такое так можно быть. Вот именно три компрессионных перелома. Я говорю, а как я ходила? Вот как я ходила? Видимо, за счет силы воли или за счет чего… Ну, то есть видите, позвоночник постепенно ослаб из-за этого и все. Вот так вот. В чем ваш вопрос-то ко мне? Ну, вот как вот… Моя хорошая, если три компрессионных перелома, вы от меня-то что сейчас хотите? Нет, нет, нет. Чтоб я вот так донула и все восстановилось? Ну, вот мне надо… Благодаря Богу, врачи под ним это помогают. Ну, вот мне, я как птица в клетке оказалась, и вот мне вот хочется выпорхнуть, а сил-то у меня нету. Вот как мне выпорхнуть из этой клетки? Вернуться к тому образу жизни, который был у меня. Мои хорошие, вот у меня просьба, вы слышали то, что она говорит? Вы должны заранее начать делать то, что я сказал вчера на лекции. Потому что когда уже три компрессионных перелома и 71 возраст, я не знаю, что делать. Лежать в ванне, начать убирать это статическое напряжение. Раз в 28 градусов, 70 минут, лежать раз в три дня. Хотя бы ослабить статическое напряжение. Ходить, естественно, уже вы не сможете. Вот. Хотя бы руками начать длительное движение совершать. Я не знаю, что вам сказать. То есть вы как бы уже, ну, выкарабкиваться надо же с помощью аскез. То есть если аскез человек делает статику, динамику, у него энергия идет, начинает все восстанавливаться. Но уже не так-то просто все в 71 год восстанавливать. Поэтому у меня нет ответа для вас. Ну, спасибо, все равно я что-то для тебя уяснила. Хотя бы вот... То есть в воде лежать, пробовать неподвижное положение тела делать. Хотя бы, допустим, у стеночки стоять. До 52 минут доводить. Вы дадите энергию туда, чтобы это все восстанавливалось. Начнет все ныть, болеть. Но у меня нет опыта восстанавливать позвонки уже разрушенные. Это непросто. И я не уверен, что как бы это вообще в принципе возможно. Думаю, что один вариант, как бы то, что можно сделать, я вам могу предложить. Надо найти дерево липа или клен, бревно и положить себе под кровать. Основанием дерева к ногам, верхушкой к голове. И это бревно постепенно будет, по крайней мере, статическое напряжение снимать. А статическое напряжение дает воспаление в организме. И воспалительный процесс будет гаснуть. Будет легче жить как-то. Если найти какой-то способ, хотя бы руками, вот так длительное движение. Есть такие тренажеры, которые только руками человек может двигаться. Если хотя бы просто руками длительное движение совершать, больше, больше, больше. То можно в организм энергию давать, чтобы позвоночник постепенно начинал восстанавливаться. Этим-то я занимаюсь, руками, ногами болтаю, как говорится. А вот согнуться, ну, слава богу, все равно мне уже намного легче. Я хотя бы даже вот, хоть выхожу. Вы можете на эллипсоиде, вот знаете, эллипсоид, эллипсоид, знаете, вот руки двигаются и ноги вот так вот двигаются. Ну да, да. Можете на нем ходить? Да, сейчас могу. Можете, да? Да, немного больше. Ну тогда отлично, тогда на эллипсоиде как можно дольше ходите. Доводите, ну, если просто идти человеку по улице, то 3 часа 20 минут очается 4 слоя, позвоночник на четвертом слое. Ну, пробуйте статику делать, на 5 слоев в ванне лежать и домой приобретите эллипсоид. И на нем старайтесь раз в 5 дней, по 3 часа вот так вот потихонечку двигаться. Позвоночник начнет восстанавливаться. Ну, спасибо большое. Я тоже в 50 лет, когда начал бегать, то я не верил вообще, что можно как-то восстанавливать организм в возрасте. И не верил, да, что я даже смогу бегать 10 километров. Я думал, если я смогу бегать 5 километров, то будет большое счастье. Я пробежал 500 метров и задохнулся первый раз. И бегал очень медленно, медленно очень бегал. Мы с женой вместе побежали. Ну, я в ее темпе думаю, господи, я уже как женщина бегаю с такой же скоростью. Она иногда быстро шла, а иногда бежала. И я вот с такой скоростью ее быстрой ходьбы бежал фактически. 500 метров пробежал, задохнулся. Это была первая моя пробежка. Потом 600 метров, потом 700. Так, потихонечку, потихонечку. За два с половиной года я дошел до 17 километров и уже на 5 слоев вышел полной чистки организма. И вот сейчас уже почти 5 лет я бегаю на 5 слоев. И у меня колоссальные изменения в здоровье произошли. Такие изменения, что я даже себе представить не мог, что такое может быть вообще. У меня глаукома в глазу в результате вот этого света, вот этого, ну, как бы у меня глаз чувствительный очень. И он, а развилась глаукома, и я в результате того, что я, ну, семена на уши себе научился такую методику сделать, ставить, я давление контролирую в глазах у себя. Никакие таблетки, капли не пью. Так, а в этом году, во время моего пребывания в Израиле, у меня началось воспаление в этом больном глазу. И оказалось, что там давление очень низкое. Из-за того, что низкое давление, появилось воспаление. Мне пришлось семена менять и делать так, чтобы они давление поднимали теперь. Потому что полностью глаукома вылечилась, а я семенами еще ее снижал, снижал все время давление. Поэтому глаз чуть-чуть воспалился там, но быстро все вылечилось, когда я давление напронизовал. То есть глаукома вылечилась просто в результате аскез и все. А на ней это неизлечимое заболевание, согласно медицине. Позвоночник тоже пробаливал два года и все вылечился, позвоночник полностью. Сейчас вообще не болит. Поэтому даже в возрасте, если вы начинаете эти практики делать, все будет ныть в организме, лечиться. Постепенно все восстановится и будете счастливо жить. Так, с этой стороны мы уже много спрашивали. Теперь с этой стороны. Вот мужчина вот сзади. Олег Венадьевич, благословите получить знания. У меня вот такая ситуация, ухаживаю за девушкой, а замуж не идет. Вот что, какие мне аскезы надо делать, чтобы склонить ее в свою сторону, как говорится, победить конкурентов, обойти конкурентов. Сейчас сначала первую песню, потом это про меня, потом про него. Я летаю в разные края, кто же знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я, солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Я волшебником работаю. Вот, а это ваш вопрос. Тоже песенка есть хорошая. Песни, они помогают жизни, честно. Песни, они помогают жизни, честно. Что женщине нужно, мужчине. Знаете? Забота, защита. Нет. Это тоже. Это не главное. Эмоции не удерживать. Нет. Главное, чтобы вы по ней не сохли. Вот главное, чтобы вы выдержали эту ее красоту и смогли быть сильнее ее. Вот, когда мужчина рядом с женщиной теряется, становится таким слабым, несчастным. Она вроде бы и хочет с ним быть вместе, но где тяжело. потому что женщине надо, чтобы она страдала по мужчине, а не он по ней. Всем хочется самим любить. Вот если мужчина сжигает женщину своей любовью, она с ним находиться не будет. Она вам говорит, что я с тобой устаю, мне тяжело. Да? Почему? Сжигаю, значит, да, потому что вы ее перепутали с Богом. Потому что есть вот такой Господь, который живет прямо в нашем сердце, находится, и он такую интересную вещь делает. Если ты о нем думаешь, вот через святых людей, вот сегодня мы будем на лекции говорить, если молишься, слушаешь о нем, думаешь, помнишь о нем, то у человека удача приходит в жизнь. Как она приходит? Человек может избавиться от проклятия, от неудачи. Вот, допустим, неудача женщины в том, что она видит парней и начинает слабеть, чувствует, что у нее нет сил сопротивляться, что она быстро в постель прыгает, теряет себя, и потом она никогда не может выйти замуж, она сразу становится неинтересной. Неудача бизнесмена заключается в том, что он слишком жадный, он хочет товар получить, все от него от этой жадности отказываются с ним, не хотят у него покупать, потому что чувствуют давление на себя с его стороны. Неудача парня в том, что он не может рядом с девушкой быть самодостаточным, сильным, он теряет себя, влюбляется, теряет себя, и все эти неудачи решаются с помощью памяти о Боге. Когда человек думает о Боге, он, потому что мы души, вечные души, и душа, она, когда думает о Боге, она начинает чувствовать себя очень комфортно, она чувствует себя уверенно, в ней появляются силы, она начинает чувствовать, что у нее легко жить, у нее есть возможности, вот все это ощущение, что я слабый, что я завишу от кого-то там, что девушка, мне нужна вот эта девушка, она проходит, девушка нужна, в принципе, но, а вы скажите, где вы сидите на самом деле? А? У вас билетиков нет ни у кого? Вы рассаживайтесь, где хотите? Да? Занимаете места просто, да? Вам там комфортно сидеть? Вот там вот есть место, вон там вот, вот на четвертом ряду, с той стороны, хотите там сесть? Нормально? Как Господь делает сердце человека? Вот у вас сейчас с Богом нет связи, у вас есть связь с этой девушкой, из-за того, что вы не понимаете, откуда силы идут, вы пытаетесь от нее брать силы, вот думаете о ней постоянно, от нее пытаются брать силы, а она сама зависит от Господа, поэтому вы сгораете, ну то есть, когда человек привязывается не к тому объекту, к которому надо привязываться, он сгорает, вот допустим, мать сильно любит своего ребенка, допустим, она сгорает по нему, она теряет силы, становится слабой, надо привязываться не к ребенку, а к Богу, и тогда ребенок будет защищен, даже если он ушел из жизни, он будет защищен там, дальше, если думать о Боге, а не о ребенке. Если мать зависит от ребенка, она как птица в клетке оказывается, она переживает от него, за него постоянно, думает о нем, он начинает постепенно наглеть, становится эгоистом, эксплуатирует мать, она потом со временем чувствует, что он отбивается от рук, она ничего с ним не может сделать, он становится неуправляемым. Причина? Привязанность к ребенку. А если мать привязана к Богу, то все наоборот получается. Она сильнее его, он от нее зависит, он начинает ее уважать, ценить, получать от нее знания, начинает чувствовать, что мама такая мудрая, хорошая, я ей горжусь, на нее равняюсь в жизни. Представляете, какие противоположные результаты? И поэтому веда говорится, что человек, он не такой уж независимый, как нам кажется. Человек зависит от Бога, потому что Бог дает такую силу человеку в жизни, которая дает ему возможность нормально жить. Поэтому, если человек живет для Бога, он чувствует себя очень уверенно в этой жизни, чувствует себя комфортно. Но как жить для Бога? Надо учиться этому. И ваша задача сейчас только в этом. Потому что, если вы, ну как бы, девушка никуда не денется. Девушек у Бога завались просто, понимаете? Вот просто завались. Самый худший вариант вообще, который может быть, это когда ты просто в нее так сильно влюбился, что без нее жить не можешь. Это самый худший вариант вообще, который только может быть в жизни. Почему? Потому что через сильную привязанность идет сильно-сильная судьба. Судьба действует через привязанность очень сильно. И поэтому все люди, которые вот сильно влюбились, там бразильский телесериал начинается. Обычно это заканчивается всегда еще до того, как человек как бы женился. А если даже он женился, еще хуже потом, потому что он потом так сильно психически от нее зависит, что рано или поздно она устает с ним жить, с таким человеком. И постепенно бросает его. А он потом уже без нее вообще не может. Он думает о ней. Думает. поэтому все люди ждут вот этой любви такой, жаркой любви такой ждут. А надо черпать счастье о своих отношениях с смыслом своей жизни. Потому что когда ты живешь правильно, нацелено в жизни, у тебя счастье от своей жизни, ты чувствуешь, что ты не зря живешь. Надо чувствовать счастье от отношений с Богом, с людьми. Дарить счастье близкому человеку и достигать другого, не вот этой жгучей любви зависимости, как мужчина зависит от женщины, допустим, или женщина от мужчины, а достигать любви, которая называется любовь, светлая память. Ты чистую память культивируешь в человеке. Верные, чистые, светлые отношения тоже связаны с Богом. Если совесть есть в отношениях, они такими становятся. И тогда человек испытывает огромное счастье от того, что ваша вот эта ситуация, вам надо очень сильно сейчас заняться своей молитвой и понять, что уйдет, она от вас не уйдет, сейчас не главное. Главное, что вы теряете себя, потому что даже если вы ее сможете отбить от всех конкурентов, то все равно, если вы себя не обретете вот в этой ситуации, то исход потом всегда одинаковый. Он песней поется. Я не буду словами говорить, но песни все есть. Субтитры 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 Все, как дым раскладывает, Голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Ты, мое сомнение, тайна долгого пути. Сквозь дощи осенние, Сушу я горькое прости. Ты, царь, в прощальных царях, Голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви? Заставило слабость. Потому что цель человеческой жизни – это Бог. Если вы утонули в женщине, то Бог разрушит ваши отношения. Потому что вы таким образом теряете себя. Бог не даст вам себя потерять. Но сейчас вы в течение полгода теряете себя. Себе на все сильнее и сильнее. Отношения становятся все слабее. Нить все слабее. Потому что вы занимаетесь не тем. Вы думаете, что вам надо добиваться женщину? Вести себя по лекциям? Нет. Вам не это нужно. Вам нужно сейчас сохранить себя. Вы теряете себя в этом проблеме. И когда мужчина теряет себя, он становится некрасивым, ненужным. Поднимите руку женщинам, которых так сильно влюбились, что вы не выдержали, пришлось расстаться. Вот видите, они понимают, о чем я говорю. Это же невыносимо так жить. Тема раскрыта? Все понятно? Сколько молиться-то? Молодец. Отличный вопрос. Ну, если вы будете молиться вот концентрировано полтора часа в день, то через два с половиной месяца вы почувствуете себя намного лучше. И девушка начнет зависеть от вас уже, потому что, если посмотреть на нее, где девушка здесь сидит, не? Вот она. А ну, дайте ей микрофончик. Здравствуйте. Скажите, я что-нибудь не так сказал? Нет? Нет. Все так. Все так. Видите, она хочет с вами. Даже на лекцию пришла вместе. Вот. Она хочет с вами, но не может. Поэтому просто полтора часа в день молитвы. Через два с половиной месяца девушка подумала. О, спасибо, Олег Геннадьевич. Дышать легче стало. Ох, слава Богу. Хоть как-то жизнь началась как-то. Могу теперь жить. А потом вообще она будет счастливой. Потому что так-то вы хороший человек. Вам не хватает только внутренней силы. Вы теряете себя. Еще кое-что я вам расскажу интересное про вас. Но это вам не понравится то, что я расскажу. В прошлой жизни вы жили в раю. И жили там долго. Продолжительность жизни у вас была где-то 320 лет. Там в раю и по 500 и по 1000 могут жить. Разные планеты. Но это не слишком выше земли. Там такая красивая планета. Леса такие. Природа. Может быть она вам снится сейчас. Я не знаю. Но вы там долго жили. И из них порядка 150 лет. Вы жили вместе с одной девушкой. Которая практически один в один похожа на вашу девушку. Которую вы сейчас перед собой видите. И вы ее очень сильно путаете с той. И когда вы смотрите на эту девушку. То вы видите ту. И вы чувствуете, что вы вечно с ней знакомы. Что вам кажется, что она вас не понимает почему-то. Хотя вы уверены, что она должна вас понимать. Вам кажется, что она вот та, что вам подарит очень много счастья. Вот. Но почему-то вот она дарит не так много. Вы живете той жизнью. Той жизнью. И это для всех история очень важна. Потому что почему он попал на землю. То есть с рая попал на землю. Потому что он в человеке запутался в той жизни. Вот 160 лет счастливой жизни достаточно, чтобы забыть про Бога напрочь. А в рай никто не попадает, если человек не молится. Человек молился Богу. Попал в рай. Бог подарил ему там хорошую семью. 160 лет мести счастья. Достаточно, чтобы в следующей жизни получить очень сильно вот это чувство. Любви к женщине, которая похожа на ту. Но в чем заключается урок вот этого всего? А урок заключается в том, что никогда Бога нельзя оставить на второе место. Даже если Бог тебе подарил много счастья, все равно думай больше о нем. Иначе будет только хуже. Вот Бог вам в этой жизни на этой земле опять такого же человека подарил. Но не факт, что он рядом с вами останется. И тогда у вас вот как в этой песне все будет в жизни. Потому что вы будете вспоминать всю жизнь этим только жить. Вы больше уже не будете нормально существовать. Поэтому вам надо просто сейчас понять. Раз вы тогда не смогли сдать этот экзамен, хоть сейчас сдайте его. Хорошо? Благодарю. Ладно. Интересный у нас заворачивается детектив. Ладно, я начну лекцию уже. Так, мы с вами говорили о том, что земля попала в зону жестокой судьбы. Вихри враждебные веют над нами. Вихри в основном идут над Украиной сейчас. Там чуть-чуть по Тайваню прошелся. Также по Карабаху и так далее. Везде люди по-разному реагировали. Там, где они смогли договариваться между собой. Мир как бы для них выше всего был. Там они как-то выжили. Там, где они не смогли договариваться. Чувство правды стало сильнее, чем желание мира. Или невозможность. Была какая-то ситуация сложная, которую уже невозможно преодолеть. Там начинается уже вихрь раздуваться. Становится сильнее. Засасывает разные страны, которые рядом находятся. Или на которых влияет судьба. И само по себе жестокую судьбу на всей земле никто не отменял. Но в 2019 году не было никакой войны. Зато был ковид. И всех косило с помощью вируса. Она, жестокая судьба, может косить по-разному людей. И чем она отличается от обычной судьбы? Вот чем? Вот в обычной судьбе, если ты как-то правильно живешь, ты можешь надеяться на справедливость по отношению к себе. А жестокая судьба, она людей сталкивает с абсолютным беспределом. Но это вот касается нашей жизни. Вот я, допустим, здесь сейчас нахожусь. До этого был в Екатеринбурге. Везде мне жалуются, что ситуации какие-то возникают, которые... Абсолютный беспредел. Ну то есть предательство, подстава, разрушение бизнеса там и так далее, так далее, так далее. Все это сплошь и рядом, сейчас идет с людьми. Причина, так действует судьба. Как быть? Сохранить себя. Есть психофизический слой. Когда он бьет, жестокая судьба бьет по психофизическому слою, то возникает рана такая. В виде страха, чувства несправедливости или пессимизма. Какая рана легче всего возникает и какую рану легче всего лечить? Как называется? Чувство несправедливости. Чувство, что все обидели меня, разгневали. Чувство несправедливости или статическое напряжение, то, что мы вчера говорили. Это быстрее всего возникает и легче всего лечить. Следующая рана – это безысходность. Чувство, что не хватает силки, не получается преодолеть. Возникает позже чувство несправедливости. Сильнее этот блок, тяжелее лечить. Связанность с энергией вечности, динамическое напряжение тяжелее лечить. Требуется больше времени и сил. Ну и самое последнее, что может возникнуть – это разочарование в жизни. Смысл теряется в жизни. Это уже токсины копятся в организме. И еще тяжелее лечить – это поститься. Надо поститься. Я за любой типиш, кроме голодовки, Олег Геннадьевич. Итак, мы разобрались с психофизической темой. Вчера полностью я вам расклад дал. Живите правильно. И эти ощущения, все – страх, отчаяние и разочарование – все это пройдет. А кроме этого пройдут также и болезни. И вы, качество жизни станет очень хорошим. Будете чувствовать себя прекрасно в жизни. Делай вот эти вещи. Это гарантия. От волшебника – сто процентов. Можно вопрос. А как вы сказали, что это вообще не было? Как вы понимаете, да? Что вы понимаете? Это сейчас мы целую лекцию об этом будем говорить. Вот. Тема закрыта. Жестокая судьба долбанула. Выбила одну из трех энергий. Ты себя продиагностировал, понял, что тебе не хватает. Начал совершать аскезы. Все восстановил. Теперь жестокая судьба может действовать на ниточки нашей связи с людьми? Может. Как она делает? Она тоже делает беспредельно это все. Жила-жила. Бабамс! Муж свалил. Вот так вот просто жестоко, вот так раз и все. Или работа резко закончилась. Поднимите руку, у кого бизнес резко так оборвался. Вот. Есть такие люди. У кого резко оборвались отношения в ближайшее время. Вот. У кого начались какие-то гонения, суды там, пересуды там. Вон. Видите? Вон. Люди поднимают, поднимают. Это все. Так действует жестокая судьба. Она просто косит людей и все. Ну, кроме того, мы знаем еще этот страх, который все пережили. Страх на всех навалился. Страх, что заберут на войну близкого человека. Да тоже так жестокая судьба прогулялась по России, матушке. Так жестокая судьба. Собрала, кого надо себе. Вот. Это называется социальный слой уже. Как здесь быть? Социальные силы, вот эти вот нити, они всегда настраивают нас на то, чтобы иметь себе. Вот что человек хочет в социальном плане. Он хочет мужа, жену, хочет детей, хочет денег, хочет власти и хочет славы. Вот это все мы хотим постоянно. Это социальный слой. Вот мы это постоянно хотим. Никто не может сказать, что он этого не хочет в жизни. Или мужа, допустим. Вы, допустим, скажете девушке, а я жену не хочу. Ну, значит, вы хотите мужа. Если он есть, значит, вы хотите хороших отношений с ним. И так далее. То есть, все равно эти желания остаются. И социальная сила означает не так, как вот мы с телом. Что надо делать? Надо его заставлять совершать аскезы. И тогда ты будешь счастлив. Тело надо заставлять. Точно так же надо психику заставлять. Просто здесь немножко по-другому. Это называется закон противоположного действия. Ну, допустим, представим себе, человек просто торгует. Он продает товар, допустим. На чем основана его удача в жизни? Она основана на разнице между его желанием что-то хорошее материально сделать для людей. То есть, накормить человека. Дать ему какой-то подарок там. Ну, что-то хорошее сделать материально вот это. Если он торгует материально, значит, материально. Да? Вот ему хочется помочь людям, да? И второе, что хочется, хочется, чтобы они дали денег. И вот если хочется, чтобы они дали денег становится чуть-чуть хотя бы сильнее, чем желание помочь, то люди не хотят этому человеку давать денег, потому что от него прет жадность. Ну, то есть, нескрываемая жадность. Ну, то есть, человек, который торгует, у него главное качество характера какое? Жадность. Он из-за жадности торгует. Некоторые даже лекции читают из-за жадности. По цене билетов можно увидеть. И по поведению на лекции. Вот. Итак, жадность, да? И, ну, человек торгует, у него жадность. Он не скрывает, он говорит, я денег хочу. Вперед. Как сделать так, чтобы продажи пошли? Цену сбивают. Как бесполезно цену сбивают? Сбил цену, все равно нет продаж. потому что от тебя воняет и люди чувствуют они их не обманешь они чувствуют что тебя вот идет это сила и все и единственное что можно сделать это надо совершать уже другие другой тип действий которые называются не аскезы а пожертвования или добрые дела вот человек который торгует он только может с помощью действий ослабить свою жадность по-другому можно самовнушением заниматься на тренинги ходить все бесполезно потому что это вообще формируется не в ментале человека не то что это такое мышление это взаимодействие сил внутри и эти силы никуда не деть ничего с ними не сделать это силы меняются то сколько только с помощью поступков и когда человек начинает там бабушек кормить пирожками голодных ходит в пансионат часть денежек жертвуют на нищих или начинает кому-то помогать жизни там подъезде там еще где-то что-то делает для людей настраивается это тоже аскетичная жизни аскезы так но в целом хочется то чего хочется жену хочется денег хочется власти хочется славы хочется детей хочется квартиру хочется машину все всем хочется одинаково просто одним что-то больше другим что-то меньше поэтому разными вещами люди занимаются если человеку власти больше хочется значит он будет управленцем если славы значит будет лекции читать или там популярным каким-то артистом я не знаю еще кем-то вот будет комедий клаб там еще что-то такое вот если вот три вещи которые хочется ну всем хочется квартиру жену детей и все остальное вот то что обычно делал все это преодолевается с помощью противоположных действий например сильная жажда квартиры вот сильно квартиру хочешь прямо вот деньги вроде есть быстрее быстрее это хорошо значит я не благоприятно ты плохо купишь я можешь вообще все потерять ты можешь вообще-то отлететь с этой квартиры что потом мама дорогая будет что делать нужно начать заботиться о людях что-то делать хорошее для них и дождаться когда у тебя насчет квартиры в сердце спокойно станет куплю куплю нормально и значит тогда ты ее нормально купишь вот спокойно стало значит ты уже преодолел вот эту силу которая тебе портит жизнь то же самое ты когда торгуешь и у тебя такое чувство уже но буду продавать продавать товар не буду продавать товар не важно а важно чтобы людям было хорошо чтобы я как бы чтобы я приносил счастье своей деятельностью как только усерд это естественно то есть можно самовнушением заниматься не помогает как только это в сердце естественно возникло естественно сразу все улетает приведу пример я изучал эту тему на практике и как бы у меня появилась потребность купить ботинки пошел бутики там москве но много много бутиков и везде разная одежда там все барахлянка там или как это называется вот ну иду смотрю все они такие у нас бери именно тяжело идут смотрю кто же мне поможет и смотрю одна женщина сидит у мне лавочка тоже своя улыбается мне улыбается как будто меня знают я думал может лекции слушать подошел и говорю мы знакомы она говорит нет я говорю а где ботинки можно взять она говорит ну пойдемте покажу привела мне помогла выбрать все и отличные пути ботинки классные вот она пошла к себе в лавку и назад иду мимо прохожу и так у меня такое забуксовка пошла и не могу просто уйти не подхожу к ней говоря вы что продаете нифига себе как это у меня сработало там что-то у нее взял там а потом я по соседнюю лавку подошел говорю как они торговли идут не говорит там не все улетает она там заколдованная на 4 часа 5 сидит и все и у нее все товары заканчиваются на уходе чем она заколдованная потому что она людей любит больше чем их деньги когда я смотрел в детстве фильм буратино я же такой вот пытаюсь изучать все философски я был ребенком еще и там черепаха тортила она спросила дури мара тот говорит дай мне ключик от этого от двери вот этой вот волшебный золотой ключик дай тортила говорит я тебе дам ну говорю боль боюсь что ты неправильно этим воспользуешься поэтому ты мне ответь на вопрос что тебе в жизни больше нужно важно счастье или деньги и дури мара он мне кажется недостаточно интеллектуальный для этого вопроса и он сразу и ответил говорит а сколько в ключике золото по весу ответ был очевиден с дури мара стало все ясно вот ну она ему не дала этот ключик потому что он неправильно им воспользуется потому что дверь то была в светлое будущее они в амбар с деньгами но точно так же в этом мире все господь сделал так он хитро сделал чтобы мы развивались вот допустим жадность сильнее желание помогать торговли не будет это на тонком плане действует не обязательно у тебя лишь у меня жадность сильнее у продавцов моих нет все равно будет через них действовать я хлебный магазин не будет хлеб продаваться разу три у соседних магазинах будет у тебя нет как это работа ты не знаешь допустим когда человек руководитель то у него власть власть означает подчинять себя любите себе людей означает чтобы они тебя уважали любили ценили чтобы они тебя оценивали у людей которые руководители у них очень сильно чувство собственно достоинства зашкаливает они все смотрят как на них реагируют как все как бы себя ведут с ними то есть они такие как хотят всех подчинить свои воли у них такая природа и когда человек вот так настроен от него все шарахаются ну как бы никакой фирмы у него не будет потому что все будут разбегаться от него как эти как муравьи от ноги эти тараканы вот на кухне ночью и что делать нужно начать заботиться о подчиненном нужно помогать им заботиться отдавать им свою жизнь и придет время у тебя вот когда желание заботиться станет сильнее желание власти тебе люди начнут тянуться и будут считать себя хорошим тебя команда нормальная сложится и я все будет классно то же самое лекции читать вот если у тебя желание славы чтоб люди тебя твои знания ценили здравствуйте дорогие друзья не рад вас всех видеть и сразу слушать не хочется уже настроение чуть поменялось начали геннаджи он так себя ведет зачем потому что желание желание славы сильнее желание подарить знание один один лектор такой но классно лекции читать целом народ не ходит они он ко мне подошел говорит чем не хватает я говорю ты когда говоришь тебе твой голос нравится больше чем слушателям лекции так сильно наслаждаешься тем что ты говоришь что людям становится противно да я ладно я подумаю ну то есть если человек хочет быть успешным он должен совершать жертву то есть естественное желание почему человек лекции читать ему хочется славы но если он любит людей сильнее чем это желание то тогда люди будут его слушать а если он хочет вообще быть совсем успешным он должен вообще посвятить людям свою жизнь и тогда все будут вообще очень счастлив точно также торговец если он вообще у него есть миссия какая-то вот допустим сава этот мамонтов морозов морозов он же там и оперный театр сделал там в россии столько всего там целую школу вот эту вот саниславского поддерживал все вот эти великолепные артисты они из-за этого спонсорской помощи появились поэтому у него все улетало то есть все эти железные дороги у него прекрасно все развивалось потому что он был очень настроен на помощь людям был меценатом и у него вот это вот такое сердце горело служением поэтому у него хорошо бизнес шел понимать социальные связи все поддерживаются или социальная сила вся поддерживается именно вот этой аскезы допустим муж ушел допустим жестокая судьба толпанула муж ушел ну естественно женщина что думает муж ушел надо что делать тянуть назад мужа другого назад отлично что-то ниточка не закончилась уже следующую да вообще ничего не получишь вот муж ушел и ты сразу и другого искать у тебя то еще то связь осталась сердце а ты уже другого искать как ты будешь его искать у тебя сердце связано с тем человеком женщина же как ищет мужчин у них сердце есть щупалец такой и он всем говорит я свободная свободная я такой как бы энергетически такая ниточка и она на конце обрывается такая как как это ну в космосе видели как присоска такая соединяется и все и семейная жизнь там уже как бы образуется союз аполлон соединились или допустим самолет летит там это вот тоже так ищет 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 и бензин пошел вот примерно так на тонком плане и ей этой ниточке все равно женатый он не женатый она вот ходит и смотрит ловись рыбка лучше большая чем маленькая вот ходит и смотрит улыбается живет так вот и рыбка какая-то об сердце ну как бы совместимость такая рыбка такая заинтересовалась она сразу чувствует поклевка пошла мужчина думает может она не знает что я люблю она знает но ты не подходишь просто она чувствует что он как бы присосался как бы клюнула знаете иногда рыбаки они как рыбача такая поклевка сильно такая и прямо это ну поплавок уходит прямо на метр туда в воду думают ну наверное акула тянет тоже вообще невозможно вытянуть и там вот такой бычок вот такой маленький зачем мне это надо вот а уже привязался и такая набор сколько можно чуть ним делать вот так это происходит да женщина так ведь уже при присосался как бы не нужен он такой человек мне мне хочется щуку сама какого-нибудь а тут бычок вот такую и клюнул то как сильно но когда муж уходит ниточка то осталось с ним связано ты чем будешь присасывать то мужиков я же там никак не как у осьминога там куча вариантов а только один щупалится двух а только один сделал он ушел муж ты с ним связано как ты будешь снова то искать идея неправильная а а что делать как сделать так чтобы вернулся муж к обеду не жди твой песик я тебя не держу не держу не держу так а ты не сама держишь не держит это бог вообще людей держит это он создал эту ниточку связь это бог создают причем тут отпустить а как ты вот пусть бог тебя держит я тебя пускаю он не отпускается до что делать жестокая судьба разрушила отношения какая аскеза как какие добрые дела нужно совершать чтобы восстанавливалась семья надо помогать людям вот человек он сильно очень скован на себе в это время муж ушел и она начинает думать о себе своей жизни днем и ночью думает о себе чтобы разорвать этот порочный круг то есть она штопором пошла вниз судьба толпанула и ты штопор как и штопора вырваться две помидорки берут в это выкапывают из горшочка в горшочке он думал там целая вселенная помидорка думала там так классно а там очень мало места и и выращивали в горшочке чтоб пересаживать она не знает свою судьбу она думала сейчас горшочке обустроить а для помидорки корни вот земля почва это ее жизнь вся ну как для нас гражданство допустим вот и она там обосновалась как бы в это гражданстве своем российском вот там идут раз тебя выдергивают и в казахстан ну то есть вот ее выдергивают две помидорки и сажают хорошей земле нормальной земли сажают но незнакомый и она не умеет там всасывать пищу еще из этой новой почвы у нее нету навыка и обе помидорки они так и завяли сразу же почувствовали себя плохо потому что все хреново жизнь поменялась но одна помидорка она очень сильно тосковала по горшочку по своему и думала теперь уже ничего хорошего не будет а вторая помидорка она так подумала ну как бы везде же помидорки живут надо как-то вот забыла про себя начала всем желать счастья оторвалась а вот от своей вот этой реальности помидорной вот и вот та первая она уже ее потом вообще даже не нашли она завяла высохла изгнила через два месяца а вторая у нее же огромные большие помидоры она такая большая выросла красивая через два месяца она уже забыла что ее пересаживали и не все теперь классно и вот это и есть отправная точка понимаете или ты засохнешь или ты расцветешь ты можешь оторваться от своей памяти от своей несчастной жизни или не можешь единственный способ оторваться это начать делать кому-то что-то хорошее вот допустим я разок из красноярска в красноярске вышел из дома на лекцию поехать и машина не пришла сразу ну я же надо что-то смотреть для лекции же материал надо собирать я смотрю скворечник такой бутылочка висит такая на дереве там дырочка внизу семечки и воробушки подлетают по семечку берут и я смотрю семечки кончаются минут за 20 наверно за 30 ну что очень активно идет подклевка так сказать кто-то значит постоянно подкладывать знать что-то смотрит за воробушками я смотрю в окна вижу сидит бабулечка красотулечка смотрю на нее судьбу дети разъехались мужа нет жить не для кого из два варианта или сдохнуть или кормить воробушков и она такая счастливая она смотрит как они клюют это ее сейчас смысл жизни и слава богу что она отключилась от того что у него никого нет никого этого человека просто она одна и она вот живет вместе с воробушками кормит их и счастлива почему потому что она смогла переключиться когда жестокая судьба бьет она что тебе делает с тобой совсем один один совсем один то есть человек чувствует пустоту он чувствует что он никому не нужен он в каком-то таком пространстве оказывается в котором нет никого вокруг и поэтому мы так и говорим приходить в клуб благость сразу же вы окажетесь среди людей которые вас поймут будут вам радоваться человек должен вырваться из этой западни с помощью добрых дел с помощью служения другим самое простое доброе дело бесплатное какое не надо вкладывать деньги ничего я желаю всем счастья силы начал я желаю всем часть именно так у меня и получилось мне когда было где-то лет двадцать два-двадцать три и у меня были там какие-то сложности с институтом и я такое чувствую что я погружаю себя и начинаю думать о своей жизни уже спать не могу постоянно мысли и я такой думаю а противоположное что вот этого состояния а противоположное думать о других хочу еще смогут людям сделать у меня даже денег нет не могу никому помочь и у меня такая мысль желать всем счастья я такой сил я желаю всем счастья я желаю всем счастья потом начал лекции читать в 23 года мы на лекциях постоянно я желаю всем счастья повторять и так дальше и пошло-поехало 30 лет уже лекции читаю ждать и это вот знание она потом постепенно раскрылась сердце что человек который попадает жестокую судьбу он попадает в тиски памяти она заставляет думать слишком сильно о себе постоянно себе себе я себе и что человеком происходит он теряет себя разрушает свою жизнь и что надо сделать восстать надо причем есть разные варианты восстания например женщина не может выйти замуж надо заботиться любить всех надо что такое замужество вот для чего женщине дают мужа за какие такие заслуги женщина это человек который любит людей запомнить женская красота означает любовь к людям вот мужики людей любят или нет кто людей любит ладно это вы значит развили в себе это а женщина они все любят людей само собой вот допустим человек лежит на дороге женщина прав не пройдет мимо понимаете он лежит она будет чё с вами начнет интересоваться понимаете мужики проходит там лежит лежит наверно сдох или почти сдох а женщина она сразу так давайте там скоро помощь все женщины любят людей и поэтому женщине бог дает человека сначала одного потом из нее другие вылазят но этот который как бы с ней как он еще не знает он думать я вот девушку полюбил она окажется к маме сильно привязана тебе придется с мамой дружить а если у нее собачка значит будешь собачкой жить тоже потом из нее начинают вылазить еще другие люди а какие вылазь будут ты не знаешь и тебе им всем придется служить готов 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 отлично ведь мужчина на все согласен что сапфиры и алмазы жемчуги и бирюзу все отдать готов я сразу за красивую глазу хорошо и так девушка вот понимает что от нее требуется она замуж не может выйти она о чем думает хочу такого человека чтоб не пил не курил цветы всегда дарил тёчу мамой называл там был спортном уравнодушины беседе был не скучный к тому же чтобы он и красив был и умен вот она думает думает об этом и она что получит комбинацию из трех пальцев она была вот потому что она не кем занимается чем она должна заниматься она должна начать делать то что ей хочется ей хочется заботы ласки любви внимание вот должна на всех людях заботиться ласково себя вести со всеми и внимание всем оказывать вот она нам сказка же все есть золушка тоже золушка она же всех служила или она кого получила принца получил это так есть она смотрите она бы его идеальным человеком для замужества она всегда была веселая она никогда не обижалась ни на кого а всех заботилась ее все умитали а ей по барабану и она классно всегда себя вела вот это означает что она зарабатывала себя на принца вы можете же не обязательно быть золушкой можно начать прямо сейчас себе на принца зарабатывать самое неправильное это пойти сходить психологу который тебе расскажет психологический настрой что надо визуализировать сидеть визуализировать ну то есть мечтать другими словами и это и есть капкан чем больше девушка мечтает тем меньше шансов что она выйти замуж понятно она визуализирует себе там непонятно кого по судьбе не положено подруги замужем давно а я принца все мечтаю его я видела в кино а в жизни как найти не знаю чтоб не пил не курил и цветы всегда дарить весна мои хорошие смешно-то смешно и так заботиться обо всех всех любит заботиться что дальше она проходит определенной стадии и когда у нее желание замуж становится слабее чем ее заботливость в этот момент она первое что начинает чувствовать она чувствует что ей так хорошо не замужем она прекрасно живет потому что много людей вокруг она заботится и все счастливы ей дает обмен и она такая ей жить уже со мной хорошо как только самой стало хорошо сразу она стала красно девица у ней сразу щечки и румяные она такая самодостаточная и парни начинают смотреть почему они начинают смотреть потому что пока она сохнет и она никому не нужна а как только она начала самодостаточной быть сразу всем понравилось все а потом еще надо быть сильной чтобы выдержать вот этот удар судьбы то что на тебя смотрит ты сразу не поддалась как вы помните в этом фильме девчата да он ей манит а она его на то дорвался значит у него будут проблемы и она от него не зависит и радуется и он потом бобик сдох вот и так социальной связи мужа рубанула желаю всем счастья заботись обо всех выйди сначала из штопора потом конечно же молитва что такое молитва правда молитва действительно очень сильно помогает судьба вот здесь вот находится вот здесь находится душа знаете где душа находится какое солнечное сплетение то у зайцев там в пятках еще скажет ну давайте выходите я вам покажу где у вас где вы находитесь вы да вы находитесь там вы душа вечная душа и она размерами с атом с искорка такая светится и она прям стоит четко в одном месте у всех в одном и том же месте сейчас мы его найдем парни вот это вот 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 здесь душа находится я отсюда нажимаю не очень нормально ей душе нравлюсь я поэтому она не против все запомнил все идеи всех там всех вот там в этом месте запомнили там душа вечная душа находится там когда душа выходит из тела она может двигаться если она двигается вверх она уходит в рай если она двигается вниз уходит или через солнечное сплетение если выходит то уходит на землю опять а если ниже идет то в ад а куда она уходит это зависит от добрых или злых дел они перевешивают если добрые дела всем счастья желала про себя забыла жила для других значит брай а в ад жила для себя боги не думал решила и все тогда в ад там так в мире все устроено чтобы мы не делали в жизни если мы бескорыстие не развиваем себе бог нас будет по понусу щелкать будет создавать ситуацию что нам будет хуже жить будет испытание нам давай так насчет добрых дел поняли вот чего хотите то и надо делать отказаться от своего желания изначать вот допустим мужчина вот чё хочет когда он девушка рядом чем хочется он хочет но этот зря тут невозможно такого хотеть это он хочет чтобы его уважали он хочет чувствовать себя как мужчина сильно чтобы она ценил и уважала его слова мнения он хочет такой вот как бы победы над женщины победы чтобы быть сильным рядом с ней она чувствовала себя вот она чтобы она вот смотрела в рот тебе вот так ну и стань таким стань сильным стань развитым стань крепким стань выносливым и когда ты уже таким станешь сам тогда так на тебя и будут смотреть некоторые женщины пытаются доказать свою силу там заставляют это вообще безумие и если станешь таким докона тебя будет уважать не станешь не будет женщина вообще опасно жить потому что если ты не станешь сильный докона тебя заставит будет мучить тебя пока сильным не станешь это не такие как бы такие добренькие на первый взгляд я домой приезжаю пока езжу как бы я самостоятельный человек когда мы приехал полный контроль ничего мне не падает просто у меня нет своей жизни я пришел домой все она полностью контролирует так ботинки сюда это туда за стол спать уже поздно интернет вырубает если я сижу она все спать а если еще не так то сразу у вас все не так что ты смеется у нас олег геннадь еще хуже вот чтобы что ты хочешь ты хочешь чтобы жена тебя ценила уважала ну стань таким человеком просто совершай аскезы ответственность на себя бери учись быть сильным отказывайся от своих желаний каких-то если ты женой допустим конкурируешь ты чувств только на диване лежишь женщине если ты это говоришь то что хочешь столько же лежать но в следующей жизни родишься женщиной будешь лежать а вот это мужчина надо работать не надо завидовать женщина завидуют часто мужчине что ты все время навязываешь свое мнение а он мужчина родился для того чтобы мнение у него было не нравится женщина живее сейчас европе уже можно она не будьте мнение навязывать мужчин навязывать потому что он родился для этого он ответственность вырабатывает у него есть мнение почему ты считаешь что только ты прав а все мужчины так считают они поэтому мужчины ну вот и уважай его за то что он мужчина а женщина надо уважать за то что она женщина вот она допустим нуждается во внимании очень чувствительное существо одно и то слово не так сказал все обида сразу аккуратно разговаривай с ней веди себя спокойно ласково тебя же никто не заставлял ее замуж брать сам взял вот и ходи аккуратненько себя веди то есть хочешь счастливой женщиной быть забыть про свое счастье сделай так чтоб она была счастлива оставь свои желания быть счастливым забудь про себя начни заботиться не теряй свое достоинство как не терять достоинство как не унизиться для этого нужно быть связи с богом постоянно итак мы второй слой разобрали с вами ниточка рубится вас штопор человек начинает думать о себе что надо делать желать всем счастья делать добрые дела забыть про себя начать жить для людей больше социальной активности не сиди дома не смотри телевизор не мечтай иди к людям не знаешь куда идти вот есть храм есть клуб благость есть лекции тренинги иди что-то делай кому-то помогай на улицу вышел хочется думать о себе разрывай это желание есть собачки голодные корми собачек есть люди по мусоркам лазят корми людей делай что-то для других хочется себе а у меня мало у самой Олега Геннадьевича будет еще меньше иди корми будет больше это социальная сила означает опять себя заставлять опять выходить из зоны комфорта опять преодолевать себя теперь самое сложное то что я сейчас буду говорить дальше в лекции это самое сложное вообще для понимания самое сложное это высшая цель человеческой жизни высшая цель человеческой жизни я как-то начал задумываться что меня толкнуло вот этим делом заниматься тем чем занимаюсь что во мне такое сидит что это горит во мне такое что я вот езжу постоянно лекции читаю молюсь там что такое горит во мне прошлой жизни я этим не занимался позапрошлой жизни я этим не занимался позапрошлой жизни я этим не занимался А вот 11 жизней назад, точнее 12, и это я в молитве увидел, 12 жизней назад я встретил человека, который светился, он плакал от любви к Господу, я прям вижу эти слезы, его аж трясло от вот этого вот счастья в отношении с Богом. И буквально несколько минут вот пребывания рядом, и меня так пробило вот это состояние любви к Богу, что эта память осталась в сердце навсегда. И она начала вспоминаться сейчас в этой жизни. И вот это вот ощущение желания святости, чистоты, оно с детства вот в сердце как бы чувствуется, что вот надо что-то такое в жизни делать. Постепенно пришло знание, раскрыло знание, что это и есть самое главное в жизни человека, это встретить святого человека. То есть, Бог сам не откроется, нужно через икону как-то постичь святость Сергея Радонича, там Серафима Саровского, Мать Терезу. Ну, святого человека повесить себе на стену, мысленно кланяться ему, думать о нем, молиться ему, чувствовать, пытаться почувствовать его, понять. Через священное писание, святую книгу, через поклоняться, пытаться постичь эту чистоту и глубину. И когда человек вот эту чистоту и глубину начнет чувствовать, то дальше все в жизни поменяется, все станет по-другому. Итак, когда судьба плохая, жестокая действует, что она захватывает в нашей жизни? Что она захватывает? Что? Память человека она захватывает. Самое главное, запомните, это память. Вот как определить, допустим, что у человека тяжелая судьба? Память захватывает. Да нет, это все не то. Память захватывает, это не плохая память. Вот смотрите, допустим, вот если человек, допустим, живет, и он в основном не думает о себе, а просто ему хорошо. У него хорошая судьба или плохая? Хорошая, вообще не думает о себе. Как только пришла какая-то проблема, человек начинает о чем думать? О себе. А если он целыми днями думает о себе? А вот если вы сейчас лекцию слушаете, вы слушаете лекцию, хотите включиться, но не можете включиться, потому что сильно думаете о себе. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Это тяжелая судьба. А если вы не можете спать даже или заснуть, все время думаете о своей жизни, о себе, это значит, вот она. Что у него есть тяжелая судьба, все это определяется по памяти. Как определить у меня легкая судьба или тяжелая? Определяется с помощью памяти. Если вы постоянно думаете о своей жизни, о своих отношениях, о себе, значит, пришла жестокая судьба. И вы прикованы к себе постоянно. И эта же методика, она применяется и в вопросе победы над судьбой тоже, знания об этом, о памяти. Память это главное у человека в жизни. И что может оторвать память от себя? Люди не знают, как Антона поет. Новая встреча, лучшие, средства от одиночества. Вот он поет. Не факт. Человек, допустим, потерял близкого человека. Ты моя мелодия, тайна долгого пути. Ну, как бы, девушка любимая ушла, ты хоть встречаешь, хоть не встречаешь. В сердце память остается. Тебе уже ничего не надо. Ты такого не найдешь себе. Потому что новый человек не решает вопроса. Вопрос решает только Бог. Потому что как только любовь к человеку имеет горячую природу и больную. Мы болеем людьми, болеем друг друга. Понимаете? Человек больным становится. У него поднимается температура, жар в сердце. Сердце гибнет у человека. Гибнет, понимаете? От человека, от другого. От Бога что происходит? Легкость, чистота, радость, свобода при контакте с Богом. Или человеку вот это сто лет не надо. Мы такие тупые. Нам вот эта легкость, радость, чистота, спокойствие. Сто лет не надо. Нам надо страдать от человека. Понимаете? Мучиться. Да, нам надо вот это вот. Нам надо вот страдать, мучиться. Понимаете? Нам сильно хочется этого. Нам не нужно чистоты, любви, красоты, верности. Нам это не нужно. Мы этот вкус забыли здесь, в этом мире. Нам нужно страдать, мучиться, гореть по кому-то. Страдать нужно, гореть. Погибать надо по человеку. Понимаете? От чистого, светлого вкуса нам не нужно. К сожалению. И это большая проблема. Потому что если человеку чистого, светлого не нужно, то значит, тогда он счастье не будет в жизни испытывать. Потому что если он по женщине горит, то она его не будет любить. Для того, чтобы у тебя все хорошо в этом мире было, тебе нужно сердце, чтобы было легким, чистым, светлым, радостным. Память о себе должна быть минимальной. Память о себе сжигает жизнь. И для этого нужно просто иметь знание, как постепенно эту память о Боге включить, развивать и сделать сильной, четкой, ясной, чтобы твоя внутренняя сила никогда не гасла. Чтобы ты всегда успешным был в жизни, счастливым. И в конечном счете постиг высшую цель жизни. Себя почувствовал вечной душой, свое вечное отношение с Богом. Все к этому должно прийти. Если ты почувствуешь, что и родишься очень высоко тогда, не здесь, на земле. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. Нам попугай грозил загадочно пальмовой веточкой, а город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милой девочкой, но не смогли понять, что шутите вы с лулканом страстей. Помоги мне, помоги мне, в желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, а сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. А где оно не гибнет? От квартиры тоже гибнет. Человек сохнет, высыкает. Женщина. Я не могу здесь больше жить. Давай копить на квартиру. От детей гибнет сердце. Точно так же горит от детей сердце. Постоянно о них мысли, забота, беспокойство о детях. Постоянно гибнет сердце от детей. От мужчины гибнет сердце, горит. Сначала горит, что замуж хочется, потом от несправедливости горит. Без машины сердце горит. А с машиной горит кошелек. Редактор субтитров А.Семкин